Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня мы продолжаем серию раскладов по вашим идеям. Сегодня идея Honey Miss. Какие женщины нравятся задуманному мужчине и что делать для того, чтобы как-то обратить его внимание на себя? Вообще стоит ли это делать? Стоит ли обращать внимание мужчины, как-то кокетничать с ним или это наоборот его отпугнет? В целом мы будем рассматривать не только характер женщины, но и ее внешность, ее возможно, знаете, вот как рост, возраст, принципиальные ли это вообще моменты для мужчины или у мужчины нет определенных предпочтений, ему важнее всего душа, поведение женщины, а уже какой у нее там рост или знак зодиака или остальные параметры, это ему не важно. Вот эти моменты мы сегодня будем рассматривать. Я думаю, что тема интересная и вы почерпнете для себя что-нибудь полезное из того, что будут нам сегодня говорить и показывать карты. У нас сегодня три колоды. Вы можете просто выбирать рубашку карт, первая, вторая, третья колода. Вы можете загадывать, например, ту колоду, которую я буду брать для трактовки, первую, которую я буду брать вторую, которую я буду брать третья или просто номер загадать. И неважно в каком порядке появится эта колода. То есть, например, загадали вы первую и даже если она будет открыта третьей, вы ждете, когда она будет открыта. Под прошлым раскладом, под одним из прошлых раскладов, буквально недавним, некая Светлана с фамилией на R, я забыла уже фамилию, но в общем-то написала, написала странные вещи и написала, что бред, расклад и так далее. Я могу сказать сразу, что если у вас не резонирует, причем она написала, что всегда все совпадало, а сейчас она вне себя от злости, но это неадекватный только человек может писать и быть вне себя от злости, от расклада, который делается на широкую аудиторию. Я хочу здесь нести определенную ясность. Всегда позиция трактуется так, как она должна трактоваться и на высоком профессиональном уровне. Другой вопрос, выбрал ли сегодня человек свою позицию, может быть у него не сработала интуиция, он вообще выбрал какую-то позицию чужую, которая ему не подходит. Тогда уже нечего зеркало, как говорится, хулить, коли сам человек выбрал не совсем то, что надо было выбирать. А может быть человек слишком, например, увлекся онлайн раскладами, он сидит круглые сутки на этих раскладах и буквально с утра до вечера их смотрит. Тогда есть хорошее видео-говорилка на моем канале, которое говорит о том, можно ли прогадать судьбу, можно ли прогадать какие-то благости судьбы, которые она нам дает. Если мы все время сидим и смотрим онлайн расклады или мы все время себе раскладываем карты или как-то по-другому, все время ищем какие-то знаки, там где их может быть даже искать особо и не надо. Поэтому я могу сразу сказать, что у нас сложился уже такой вот коллектив, приходят постоянные зрители, которые оставляют адекватные комментарии, это нормальные люди, которые не обязательно они могут оставлять положительный отзыв. Может быть какой-то вариант выбирается и расстраивающий иногда. Но если человек пришел на онлайн расклады, это наверное уже говорит о том, что есть какие-то проблемы, которые человеку хотелось бы решить. Поэтому если информация в раскладе не слишком приятная для вас, то это не значит, что информация не нужная. И здесь нужно понимать, что каждый из нас должен быть адекватным и взрослым человеком. И мы должны брать ответственность за то, что происходит в нашей жизни на себя. Поэтому вот эта странная света, которую выпустили видимо из дурдома в осеннее обострение, сейчас как раз таки осеннее обострение потихонечку начинается, немножко задерживается как-то оно. Но в этом году я его наблюдаю ежегодно, в принципе тем более потому, что есть определенный контингент, который именно в это время начинает бесноваться. Но здесь сразу можно сказать, что человек до этого, то есть она смотрела например год видео, у нее было, ее все устраивало, то что она выбирала и она считала, что значит все хорошо. Но при этом она не написала ни одного комментария. Вообще ни одного комментария в плюс или хотя бы нейтрального. Но при этом как только что-то она увидела, вместо того, чтобы взять ответственность на себя, вместо того, чтобы понимать, что она не права как-то в этой ситуации и допускает определенные ошибки. А расклад по-моему назывался черная полоса, когда закончится. По идее одной из подписчиц канала. Так вот, вместо того, чтобы брать на себя ответственность за свою жизнь и за то, что мы сами совершаем ежедневно в своей жизни, человек решил просто побрызгать ядом и почему-то ответственность вообще за свою личную жизнь возлагать на общий расклад, который делается для огромной аудитории. Я здесь сейчас, я надеюсь, что вы поймете, что я хочу сказать. Я говорю о том, что люди должны прежде всего искать в такого рода раскладах подсказки. Должны видеть, возможно, какие-то свои ошибки и стараться их исправить. Потому что кто предупрежден, тот вооружен. И я всегда говорю, что всегда хочется говорить что-то доброе, хорошее, поддержать, сказать какие-то добрые слова, дать хорошие перспективы, рассказать о том, что все будет шоколадно, зефирно, конфетно и так далее. Но не всегда это получается. То есть мы, я имею в виду торологи, обязаны трактовать так, как выпадают карты, а не как-то по-другому. Поэтому иногда гаденькие расклады получаются, такое тоже бывает. Но адекватный человек, он всегда поймет, к чему он это слышит и для чего ему это надо знать. Поэтому общие расклады не принимайте близко к сердцу. Они делаются для широкой аудитории. И они, естественно, зависят целиком и полностью, выбор карты от вас. То есть ваша интуиция сработала, вы получили тот ответ, который должны были получить. Ну, бывают дни, когда просто не работает интуиция. Тогда, как говорится, не можешь, не мучай. Не будем полностью эту поговорку как-то озвучивать. Сегодня немножко задержались, немножко говорилка была. Но я думаю, что для тех, кто захочет прослушать просто расклад свой, выбранный, без говорилки, всегда можно перемотать уже кнопочку перемотки. Абсолютно никто не отменял у всех и в телефоне, и на компьютере. Тем более она работает и в целости, и в сохранности. Начнем мы сегодня со второй позиции. Она будет первая по порядку выкладки. И задаем мы вопрос, какие женщины нравятся мужчине. То есть вы познакомились, например, с мужчиной. Может быть, вы не знакомы. Может быть, вы просто работаете вместе, например. Или где-то сталкиваетесь постоянно, визуально контактируете. Но при этом вы не знаете, какие женщины ему нравятся. Как вам себя вести с ним. Поэтому давайте начнем с того, какие женщины внешне нравятся ему. Я бы не сказала, что здесь нравятся серые мышки какие-то. Но карты говорят о том, что в основном мужчина ищет тех женщин, которые разделяют с ним жизненные взгляды. И которые даже могут чем-то быть по стилю одежды. То есть, например, я не говорю о том, что женщина должна ходить в спортивном костюме, если мужчина в нем ходит. Но какой-то стиль в одежде. Если человек всегда одевается так, как будто бы идет на прием и начищает до блеска туфли. Ему тоже хочется видеть рядом с собою даму, которая не будет выбиваться. И выглядеть как-то белой вороной по сравнению с ним, рядом с ним. То есть, вот знаете, любит внешне женщину из своей стаи. То есть, если это там какой-нибудь товарищ, который работает в офисе. Он ходит в строгих костюмах и так далее. То ему хотелось бы женщину, которая в деловом стиле тоже подбирает себе одежду. Чтобы они именно смотрелись гармонично рядом. То есть, здесь больше даже вопрос не в специфике самой внешности и тела, сколько в стиле одежды. Нравится, когда на женщине украшения. Нравится, когда женщина ходит в юбках или одевается женственно и достаточно сдержанно при этом. Поэтому вы можете сделать какие-то шаги для того, чтобы соответствовать визуально этому человеку и его симпатиям. По поводу роста. Вы знаете, ему нравятся яркие женщины, ему не важен рост. То есть, он может вполне общаться с той женщиной, которая даже будет наравне с ним ростом. Или даже выше него. Конечно, мы сейчас не говорим о мужчинах, которые там по 2 метра. И вы их загадываете. Но если среднестатистический мужчина, среднестатистического роста, для него вообще рост не является принципиальным каким-то моментом. Главное, чтобы вы были яркая. Главное, чтобы женщина улыбалась. Она умела смеяться. Она была доброжелательно настроена. Чтобы глаз горел. Вот это будет очень важно. По поводу характера. Давайте посмотрим. Ой, характер человек сюрприз. Знаете как? Ему нравятся не слишком самовлюбленные, не слишком самодовольные. Но те женщины, которые не стремятся разбрызгивать вот все свое, да, то, что внутри накопилось на окружающих. Кроме улыбки. То есть, женщина должна быть доброжелательной. Ее характер может быть сюрпризами. То есть, иногда вы можете делать то, чего человек от вас не ожидал. То есть, например, он абсолютно не знает, что вы умеете вышивать крестиком. И вдруг вы себе на работу приносите полотенце вышитое крестиком, какой-нибудь там рушник или что-то еще. И вот такой сюрприз. Да, я умела. Ну да, не говорила, а чего об этом говорить. То есть, вот какие-то моменты интересные, которые он будет в вас открывать. При этом без какого-то жеманства и самодовольства. И без вываливания постоянного эмоционального на окружающих всего того, что накипело. Чтобы это через край не лилось. По поводу сексуальной активности. Вы знаете, мужчине нравится, чтобы женщина была принимающей стороной. То есть, постоянно проявляющая активность, чтобы она была, его не устроит. Здесь больше ему нравится, когда отвечают на его ухаживание. Более того, отвечают не сразу. Для того, чтобы женщину можно было завоевывать. Для того, чтобы ее как крепость можно было брать. Чтобы дама не избегала сексуальных отношений. Но при этом она не бежала с вилами на танк постоянно. И улавливала настроение мужчины. То есть, сексуальная активность для него хорошо. Если будет зависеть от его собственного настроя. Женщина будет подхватывать. При этом, для него не особо важно, чтобы женщина всегда давала ему то, что он хочет. По поводу возраста. Принципиально ли для него? Ему важнее, как женщина выглядит, чем то, сколько ей лет. Он вполне может понимать, что женщина и принимать женщин старше. И старше, и младше. Это не критический момент. И в принципе, здесь вот такой, знаете, не то, чтобы мужчина нейтральный. Мы не его рассматриваем. У него достаточно демократичные требования. Что вам делать? Как обратить его внимание на себя? Что посоветуют карты? Карты посоветуют обращаться к нему по какому-то делу. Возможно, помочь вас подвести и довести. Дело, которое может быть связано, например, с подбором. Например, можно подойти и сказать, ты знаешь, я хочу ноутбук для работы. Вообще не знаю, какой покупать. Или там телефон, например, мне нужен. То есть, чтобы он, может быть, даже отвез, посоветовал, что-то показал. Или посерфил с вами в интернете, посмотрел, что вам надо. Вот именно просьба, может быть, или обращение внимания в плане какого-то дела. Не надо сразу показывать, что он вам нравится. Можно просто обратиться с уважением и сказать о том, в чем он разбирается. Вот такие моменты, спросить, вернее, о том, в чем он разбирается. У многих, кстати, здесь выходит, что вы этого мужчину встречаете на работе. Или что-то, что связано будет именно с работой. Или с делом. То есть, это может быть как партнер, так и клиент, так и даже ваш конкурент у кого-то на работе. Такое тоже может быть. Более того, если вы уже конфликтовали с этим человеком, то вот этот конфликт может положить начало под вечер. Простите, заговорюсь, почти в каждом видео это говорю. Но так получается, что снимаю как раз-таки расклады вечером в основном. Потому что по остаточному признаку осталось немножечко времени. Я стараюсь успеть снять и общее видео тоже для всех. Поэтому здесь вот старайтесь не давить на него, не проявлять особой активности. Вести себя достойно и не принижать свою собственную самооценку. Общаться скорее по-дружески и по-хорошему без какого-то сексуального подтекста. Потому что сексуальный подтекст может либо спровоцировать его на ни к чему не обязывающее отношение с вами, либо вообще испугать, оттолкнуть. Такое тоже здесь может быть. А вот ваше такое движение в его сторону по делу, оно наоборот может стать какой-то основой, каким-то началом для ваших отношений в дальнейшем. Следующая колода для тех, кто загадал данную колоду. Она лежала первой. Открываем мы ее второй. Рубашку карты. Я думаю, что вы не забыли, вы ее видите, вы ее узнали. Давайте посмотрим, какие женщины нравятся загаданному вами мужчине. Ох, быстрые, скорые, шустрые такие вот, знаете. Кстати, внешне могут быть похожи на Киру Найтли. Но знаете, вот та, которая и быстро запрягает, и быстро едет, и острана язычок. При этом, вот знаете, у меня такое ощущение, что какого-то инфантильного мужчину вы загадали, потому что здесь ложатся такие карты, когда мужчина хочет, знаете, чтобы женщина сама была. Фигура здесь, фигура там. Чтобы она сама несла ответственность за свою жизнь. Чтобы она была состоятельна. Кстати, может любить рыжеволосых или шатенок мужчина. Может любить ярких, с пышной грудью. И таких вот, знаете, женщин, которые степенны и самодостаточны. В то же время, у женщины, это уже не о внешности, но, по его мнению, должна быть работа. И женщина, которая способна дарить. Вот что странно, женщина нужна, которая будет способна дарить, отдавать. По поводу роста, давайте посмотрим. Ростом ниже, чем он. Ниже в районе, ну вот где-то на полголовы. Ему будет нравиться в крайнем случае одного роста с ним. Но в целом нравятся такие, вот знаете, немножечко пониже. Шустрые такие вот. Вот, и знаете, вот такие, которые напоминают внешностью девчонок. Внешностью девчонок, но при этом ответственность за себя несут. Как взрослые. Кого вы загадали здесь в сюжете? Я не знаю, если вы с этим мужчиной не знакомы, я бы, наверное, не стала даже знакомиться. Потому что слишком много требований каких-то. Слишком много характер. Характер, вот знаете, такую активную, остренькую на язычок. Ответственную за себя, но абсолютно не давящую на него, для того, чтобы он делал для нее что-то. Никакого давления со стороны женщины не признает. Всегда может говорить, баба должна быть на втором месте. Там, да, вот какие-то, простите за грубые слова, вот чего приходит, то и говорю уж, извините. Ему хочется, чтобы, знаете, пахала как лошадь, при этом носила золотую сбрую, заработанную самой же собой. Была шустра, была активна, чтобы с ней было забавно, чтобы она была острана язык, чтобы она могла пошутить и оценить его шутку. Более того, этот человек сам может шутить, не всегда как-то благополучно в адрес женщин. И ему хотелось бы, чтобы вы это принимали с иронией, с юмором и не обижались на какие-то такие высказывания. Ну, прямо он какую-то золотую антилопу прям ищет. По поводу сексуальной активности. Ну, не слишком сексуально активная ему нужна на самом деле. Хотя, может, сперва говорить, да я, да я такой, да я вот, и кто за мной угонится. В общем, я всех победил, я еще тот ловелас. На самом деле, в более устоявшихся отношениях уже ему будет хотеться не так часто того, что может дать женщина в сексуальном плане. И при этом, опять же, это тот человек. Уж сейчас буду, чего идет, то и рассказывать. Все по этим картам, потому что задаем одни вопросы, карты иногда отвечают абсолютно другое. Ну, раз отвечают, значит, вам это надо знать. Хочет, чтобы женщина за свое здоровье, за меры контрацепции и так далее, несла ответственность сама. Это тот мужчина, это тот человек, который не будет заботиться о здоровье партнерши. Он не возьмет с собой, да, вот какие-то контрацептивы и так далее. Он будет думать, что вы позаботитесь о себе самостоятельно. Называется, а что ты маленькая, ты что, сама не знаешь, да, вот как бы, как все это может быть. И здесь можно задать, в принципе, дополнительный вопрос, который будет о его отношении к контрацепции барьерного характера. Он, нет, у него даже с эрекцией может становиться хуже, как только он видит то, что пытаются на него что-то надеть. Подобного рода резиновое изделие номер 2. У него может сразу же даже портиться настроение во всех смыслах этого слова. И давайте посмотрим по поводу возраста женщины, вот как он. Вы знаете, он даже любит, может любить женщин постарше, потому что вот здесь вот это все, что мы смотрели, оно в итоге пришло к тому, что любит женщин постарше, потому что они способны давать все то, чего он хочет. Они способны брать на себя ответственность, они способны зарабатывать, они имеют определенный жизненный опыт, в рамках которого здесь может появиться и такая вот интеллектуальная ирония. Это все здесь есть. Ну, вы знаете, если вам нужен такой вот домашний щенок, если вам нужен мужчина для развлечения, то да, можно продолжать. Но если вам нужен человек, от которого вы сами будете ждать поддержки, он может ложную информацию, как затравочку давать, то здесь вы не дождетесь какой-то поддержки в свой адрес. Слушайте, ну, я не знаю, кого вы загадали. Подразумевается, что мало знакомого человека, когда не знаете, кто и как ему нравится и, может быть, хотите где-то подыграть ему для того, чтобы обратил внимание, что делать-то. Если вы хотите чего-то от него, вы можете ясно, абсолютно непрозрачно ему об этом сказать, но скорее это будут моменты, которые связаны просто с сексуальными отношениями или с единичной встречей, потому что именно в отношениях семейных он не заинтересован. Хотя вот тот, кто не заинтересован в этих отношениях семейных, в конце концов, таки может прийти с вами к браку. Странная, странная композиция. Он ищет не то, чтобы маму, он ищет ту, которая будет беспроблемной. Он ищет ту, которая сама себя обеспечит, которая сама для себя как-то вот, знаете, сделает все и не будет его ни о чем просить. Прям вот. Ведите себя достойно, ведите себя размеренно, не рассчитывайте на что-то серьезное и отнеситесь вот к тому, что может быть между вами, как просто к приключению. Если вы не способны так расценить, как какую-то интрижку, как легкие какие-то отношения, даже если вы замужем уже за этим человеком, то все равно воспринимайте его как можно легче, потому что иначе здесь пора удавиться просто в этой ситуации. Ну вот та гадючненькая позиция, которая здесь есть. Ну хотя вы знаете, в принципе, жить можно со всеми, просто качество жизни будет разным. Да, любит женщин, либо постарше, либо очень ответственных таких. Знаете, бывает 18-летняя старушка такая, которая прямо вот и зарабатывает и ведет себя достойно и способна решить свои проблемы сама, без переваливания их на него. Вот какие-то такие моменты. То есть здесь у него даже не суть в возрасте, не столько возраст играет свою роль, сколько ответственность, которая просто наступает, обычно в определенном возрасте у людей. У некоторых она вообще никогда не наступает. Для тех, кто выбрал данную колоду, она лежала третьей, а на третьей у нас сейчас в раскладе и открывается, собственно. Давайте посмотрим, что задуманный человек, что задуманный мужчина замечает во внешности, что его привлекает. Ой, любит таких вот, знаете, хороших девочек, чтобы юбка не выше колена, чтобы шпильки классические, а не какие-то, знаете, бешеные ботильоны там, сумасшедшие на платформе. Любит, чтобы, вы знаете, вот фигурка была классическая, достаточно большая грудь, широкие бедра, талия, которая ярко выражена даже на полненькой фигуре. Женщин сдержанных, женщины, вот знаете, кто это? Это вот просто непогрешимо, как жена Цезаря. Любит королеву. При этом, знаете, вот эта королева может быть еще по совместительству бензопилой дружба. То есть женщина может быть заботливой, женщина, которая может быть такой вот, не то чтобы ходящей вокруг да около него, но женщина, которая очень правильно какие-то вот такие тезисы, жизненные принципы показывает миру и также правильно одевается, носит, допустим, классические какие-то серьги, серьги-гвоздики, жемчуг может надевать, хотя такая карта обычно показывает женщин огненного знака, а огненным знаком в принципе жемчуг противопоказан. Но это ладно, не будем углубляться, потому что люди разных знаков зодиака здесь собрались, но хочет королеву, как говорится, королеву, которая при этом будет выглядеть достойно, а не вся в мишуре и в перьях, перьях, перьях. Рост. Ему важен не столько рост, сколько комплекция женщины, чтобы это были ярко выраженные женственные формы, чтобы это было, вот именно, знаете, то, о чем здесь говорилось, соотношение бедер и талии, чтобы это была грудь, чтобы женщина умеренно, но тем не менее, эту грудь показывала. Давайте чуть-чуть расклад приближу, насколько возможно, потому что колода небольшая, давайте попробуем сделать чуть-чуть, правда, поближе его для вас. Любит женственные округлые формы. Рост, в принципе, особо не важен, очень маленьких, может не любить, искованных вот таких вот всех, но где-то на пол головы ниже, может быть, чуть больше, пониже, да, вот это может быть. В районе 10 сантиметров минус от его роста, но каблуки могут исправить дело, и женщина на одном уровне с ним будет вполне хорошо им восприниматься. Характер. Какой хочется характер? Характер. Хочется характер умеренный, ровный, и вот знаете, с одной стороны требует какой-то обязательности и четкости со стороны женщины, хочет, чтобы она была правильная, а с другой стороны не хочет, чтобы она его судила, он не хочет, чтобы она в нем находила какие-то недочеты, недостатки, и об этом говорила. Не любит слишком эмоциональных, то есть он может пугаться просто таких женщин, и любит тех, которые подвержены определенным правилам и закономерностям. Ну, у любой женщины циклически могут меняться настроения в течение не только месяца, но и в течение дня. И здесь та картина, когда мужчина хочет знать наперед о том, как будут меняться настроения. Он хочет, чтобы женщина предупреждала его. То есть вот ты знаешь, что я там сейчас нервничаю, поэтому я могу срываться. Такую очень размеренную, очень сдержанную, которая не выглядела бы слишком ярко на его фоне. Сексуальная активность. Такое ощущение, что вообще не очень часто надо, хотя говорить может абсолютно о другом. Вопрос не в чистоте, вопрос в качестве того, что он может получать в сексуальном аспекте здесь. И здесь он может ждать женщину, которая реально будет ну просто вот той самой в постели, как говорится, хозяйкой на кухне, а в постели совсем другим человеком, чтобы она просто в демоницу какую-то превращалась. Пусть редко, но метко. Вот здесь это мы можем видеть. Категорически не приемлемет женщин, которые в финансовом смысле могут как-то, знаете, у которых коррелируют в постели сексуальные отношения и финансовые вложения в мужчины в нее. Что это означает? Это означает, что он не намерен вкладываться особенно финансово в женщину, но хочет, чтобы она отдавалась ему со всей страстью, с которой возможно, пусть не так часто, как ярко. Любит женщину, которая с огоньком, которая там просто растворяется в процессе и которая иногда в то же время является инициатором того, что может происходить. То есть любит женщину, которая, ну, может, вот, знаете как, чтобы это было сюрпризом, но сюрпризом, о котором сообщается заранее, чтобы женщина с утра сказала, ой, я сегодня новые кружевные чулочки купила, буду тебе показывать, чтобы он вот этот весь день настраивался и потом всю эту красоту увидел. По поводу возраста давайте посмотрим. И он вообще не хочет ничего знать о возрасте женщины. ему важнее, как она выглядит и как она себя несет. Ему важнее ее какая-то вот такая вот сексуальность. То есть даже если это зрелая женщина, чтобы она источала вот этот секс, чтобы в ней не было мужеподобности, чтобы она была не резкой, не жесткой. Вот та округлость, округлость форм, округлость фраз, вот какая-то такая очень важна мужчине. Что вам делать по отношению к этому персонажу? Ничего вам не делать, потому что начнете делать, заколебаетесь, потом ему помогать на протяжении всего остального времени. В принципе, здесь вы можете предложить ему какую-то незначительную свою помощь по работе, если вы сталкиваетесь или в каком-то деловом аспекте, неличного характера. Например, вы можете что-то посоветовать очень мягко или помочь, например, сказать, ой, я вижу, что ты там, не знаю, там не успел сегодня сбегать в буфет, я тебе там, не знаю, принесла конфетку, но не надо прямо вкладываться финансово, очень серьезно, это вы должны понимать, я думаю, что все женщины это понимают. Поэтому здесь совет, если вы готовы работать над этими отношениями, то предложите какую-то незначительную помощь ему, но карты говорят о том, что он может слишком эмоционально и ехидно сперва среагировать, но если вы, скажем так, займете свою позицию, будете четко идти к этой цели, то вы способны прийти к этим отношениям, но вы всегда будете той, кто будет работать над отношениями, и вам придется достаточно долго ждать его реакции на все происходящее. Мы не смотрим, какой мужчина, я бы не сказала, что он до мозга костей инфантильный, он периодически может совсем по-взрослому включаться, но он пока что ищет больше каких-то отношений для встреч, а если вы даже уже загадали человека, с которым вместе живете, ему тоже какое-то разнообразие, даже в плане семейной жизни, не надо, ему какие-то вот, знаете, важны такие моменты, когда он может, когда он может просто увидеть какую-то, вот знаете, какой-то огонек с вашей стороны, когда он будет видеть, что вы как-то так вот очень к нему уютно, да, вот уют создаете вокруг него, ему хорошо, от него ничего не требуется, вот такие вот здесь ложатся странненькие иногда арканы, но в целом, вот у нас расклад сегодня уже завершен, и я хочу сказать, что какие женщины, женщины нравятся обычно мужчине, и которую он выбирает в конечном итоге, это не всегда совпадает, если вы хотите получить расклад на эту или другую тему в индивидуальном порядке, получить индивидуальную консультацию, то в прикрепленном комментарии под пунктом 3 будет ссылка на видео, в котором рассказывается о том, как могут проходить консультации, какие они бывают, и соответственно вы можете тогда после того, как посмотрите эти секретики о том, как мы можем найти общий язык, каким образом вы можете получить индивидуальную консультацию, затем вы можете мне писать, я всем желаю удачи, благополучия, и чтобы мужчины, которые нравятся вам, соответствовали вам по уровню, чтобы они были, вы знаете, теми, кто готов вкладываться в отношения, потому что очень хорошо, конечно, когда от женщины ждут каких-то шагов, в том числе рыцарских, но мы должны не забывать, что у мужчины, у женщины, у каждого в этом мире и по природе своей абсолютно разные роли, я желаю всем удачи, до встречи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok